Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире тема дня с Григором Амирзаяном. Граждане забвения Раймонд Берберян. США продолжают верить в возможность прочного мира между Ереваном и Баку. Очередное землетрясение на юге Западной Армении. Российские миротворцы не позволяли поисковым группам войти, зная, что в селе Шош есть живые люди. Вынужденным переселенцам из Арцаха должна быть предоставлена возможность безопасного и достойного возвращения Дуня Мятович. Первящий носитель чумы жил в Армении. Депутат Национального собрания Западной Армении Третьего созыва Грикор Амирзаян в своем микроблоге сообщает. Баку бросает вызов архитектуре армянской церкви Сурб-Ованес-Макартыч в оккупированном Арцахе. Азербайджан продолжает реконструировать армянскую церковь Сурб-Ованес-Макартыч в оккупированном Арцахе, более известную как «Зеленый купол» в Чуче. Данная армянская церковь, построенная в начале XIX века, на протяжении времени реставрировалась несколько раз. До 2020 года, во время 44-дневной войны, церковь Сурб-Ованес-Макартыч была одним из любимых мест посещения как арцахцев, так и посетителей Арцаха. С подробностями можно ознакомиться на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. Граждане забвения Раймонд Берберян. Если бы наше сообщество действовало спокойно и проницательно, это могло бы изменить историю. Как люди, мы, армяне, имеем множество недостатков, также огромные наследственные преимущества. Мы даже способны изобрести летающего слона, чтобы путешествовать по миру, но не можем понять друг друга. Каждый из нас родился со своим флагом. Каждый из нас считает, что мы единственные наследники описания наших предков и по всему миру разбросаны миллион профилей, подобных нашему. Если бы наше сообщество действовало с цинизмом, хитростью и дипломатическим лицемерием, зверем можно было бы управлять. И мы бы не превратились в диаспору и не стали гражданами забвения. Интересно, что бы было, если бы турецкое правительство официально признало геноцид совершенный против древнего армянского народа и попросило прощения у человечества, вставшего на колени за самое жестокое преступление последнего времени. Как это бывает в случае нормального государства выплатить компенсацию потомков выживших? Установите хорошее отношение с Ереваном, убедите своего брата Баку прекратить давление на армян, как бывших братьев Советского Союза. Если бы это произошло, это было бы ужасно. Мы с братьями были бы настолько дезориентированы, что не знали бы отказаться от наших армянских корней, которые так долго находились в формалине или продолжать цепляться за воспоминания до последнего вздоха. Если бы это произошло, родина нашего происхождения, которую захватила Турция, стала бы местом туристического паломничества, но никто бы туда не вернулся, чтобы там жить. У нас бы осталась лишь меланхоличная и печальная история, застывшая в наших глазах. Если бы армяне диаспоры хотя бы на какое-то время смогли стереть призрак геноцида, они бы увидели в турках народ, а не таких, какие они есть – каннибалы, палачи и преступники. Возможно, Турция предполагала, что, истребив армян с принадлежащих им коренной родины, они повысят свою самооценку. Однако их прогноз не оправдался. Однако чего добилась Турция – это того, что заслужила еще больше ненависти и раскрыла миру свою бесчеловечность. Боюсь, то, что я говорю, не понравится моим братьям, разбросанным по всему миру, даже тем, кто живет в нашей далекой Армении. Слово «происхождение» не соответствует потомкам армян, разбросанным по всему миру, исходя из известных обстоятельств. Не соответствует и обозначение армянина как расы. Армяне не продаются как товар, они не водовая техника, на которой написано «сделано в Армении». Быть армянином – это уже история. В тот день, когда армянский вопрос будет окончательно решен перед ООН нашими активными дипломатическими и интеллектуальными представителями, тогда у каждого из нас, будучи гражданином Западной Армении, возникнет новое чувство к Еревану. Там расцветет новый город, в который пойдем мы все. Те, кем мы были, есть и будем. Это объединит нас с такими, какие мы есть, гражданами Армении, по законам и международным договорам, которые соответствуют нам. Армения останется святым словом и будет олицетворять всех тех, кто пал во время геноцида и задолго до него. Это будет подтверждение того, что они будут продолжать жить в крови каждого из нас, граждан диаспоры, граждан забвения. Поэт украденной родины Раймард Берберян. США продолжают верить, что стабильный мир между Ереваном и Баку возможен. Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведан Патель. Мы по-прежнему верим, что прочный мир между Ереваном и Баку возможен. Это то, над чем департамент продолжил работать, заявил Патель. Добавив, что советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Боно, госсекретарь Энтони Блинкен и другие лица остаются глубоко вовлеченными в этот вопрос. Управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, 11 января в провинции Хата, расположенной в южной части Западной Армении, произошло землетрясение. В частности, отмечается, сила тачка в эпицентре землетрясения в районе Самандак составила 4,2 балла. Сообщений о разрушении и жертвах нет. Руководитель Арцахской общины ШОЖ Эрик Абрамян в беседе с Медиагаб рассказал подробности агрессии Баку 19 сентября и эвакуации жителей села. Представляем фрагмент рассказа. Вечером прибыли российские миротворцы на БТР. Я спросил, почему не на автобусах, люди должны выехать, ситуация осложняется. Ответ был неудовлетворительным. Мы едем, а вы давайте за нами. Я спросил, как вы себе это представляете? Речь идет о людях, детях, стариках, беременных, женщинах. Неужели 600 человек должны идти пешком? Позвонил своему начштаба и передал телефон мне. Тот приказным тоном сказал, либо сдайте оружие, подчинитесь нашим приказам, либо ответственность за судьбу всех этих людей будет на вас. Я оказался перед дилеммой. Если сдать оружие, то как мы поможем нашим ребятам, вспоминает Эрик Абрамян. Решение было тяжелым, поскольку азербайджанцы были уже почти у сельских домов в Шоши и стреляли не в попад. Крайние дома уже подожгли, а жителей нужно было спасать. Село было депортировано. Миротворцы сопроводили жителей Шош до их блокпоста. Ночью, когда мы добрались до Степанакерта, поняли, что троих нет. Пожилые люди из-за невнимательности родных остались в селе. Еще об одном человеке мнения разнились. Один говорил, что тот выбрался, другой, что вернулся в село. На следующий день мы узнали, что отсутствует четверо. После установления перемирия я со спасателями предпринял поисковые работы. Российские миротворцы, зная, что в селе есть оставшиеся в живых пожилые люди, несколько дней не позволяли поисковым группам войти в Шош. Власти Баку и Ривана должны сосредоточить внимание на защите прав человека в своих мирных переговорах и установить надежные гарантии прав человека для всех лиц, пострадавших от конфликта. Об этом заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Меотович, публикуя свои наблюдения по итогам визита в Армению и Азербайджан, в том числе в Варцах 16 по 23 октября 2023 года. В докладе отмечается, впервые за последние десятилетия миссия такого характера в области прав человека смогла посетить Арцах. Визит последовал за массовым перемещением более 100 тысяч карабахских армян, бежавших в Армению всего за несколько дней в конце сентября. Это последовало за военными действиями Баку 19 и 20 сентября, последующим установлением Баку полного контроля над регионом и длительным нарушением предвижения людей и доступа к основным товарам, услугам и энергоносителям, с которыми столкнулись карабахские армяне в результате 10-месячной блокады дороги по Бердзорскому коридору. В Армении комиссар побеседовала с уехавшими арцахскими армянами, нашедшими убежище в предоставленных властями приютах. После того, как население покинуло Степанакер, комиссар стала свидетелем пустых улиц, заброшенных территорий и почти полного отсутствия признаков присутствия гражданских лиц. На основании того, что она могла слышать и видеть, комиссар пришла к выводу, что в конце сентября 2023 года армяне Арцаха покинули свои дома без каких-либо надежных гарантий безопасности или защиты со стороны какой-либо стороны, и что для них покинуть свои дома было единственным разумным решением, доступным вариантом. Приветствуя усилия власти Армении по предоставлению первой базовой помощи всем прибывшим из Карабаха нуждающимся, комиссар подчеркнула, что карабахским армянам, бежавшим в Армении, и в особенности тем, кто принадлежит к уязвимым группам, должен быть гарантирован доступ ко всей необходимой поддержке в непосредственной среднесрочной и долгосрочной перспективах. Государствам-членам Совета Европы следует продолжать уделять внимание предоставлению финансовой поддержки, чтобы обеспечить полное удовлетворение гуманитарных потребностей перемещенных лиц и принимающего их население, добавила комиссар. Комиссар подчеркнула, что недавно перемещенным в Армению карабахским армянам должна быть предоставлена возможность вернуться в безопасности и достоинстве, даже если для большинства на данный момент это кажется гипотетическим, в том числе путем поиска гибких решений, в частности это касается и гражданства и правового статуса. В ожидании возможного возвращения необходимо оперативно найти способы, в том числе путем установления гарантии безопасности, для того, чтобы карабахские армяне могли временно получить доступ к своим домам или месту проживания, а также посетить кладбище, где похоронены их близкие. Власти Баку обязаны обеспечить защиту имущества, оставленного карабахскими армянами, от разграбления, кражи или захвата. Те немногие этнические армяне, которые остались в регионе Арцаха, также должны пользоваться всеми правами человека, в том числе нужно обеспечить им свободу передвижения, отмечается в заявлении. Комиссар выразил надежду, что все внутренние перемещенные лица, которые захотят, смогут вернуться в условия безопасности и достоинства. Все заявления о нарушениях международного гуманитарного права и серьезных нарушениях прав человека, о которых сообщается в связи с конфликтом, должны расследоваться эффективно и оперативно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и если они будут признаны виновными после справедливого и независимого беспристрастного судебного разбирательства, они должны быть наказаны. Это включает утверждение о блокаде Бердзорского коридора, массовом перемещении армян Арцаха и обстоятельствах военной операции 19-20 сентября, заявила комиссар. В докладе также отмечается, необходимо проявить всеобъемлющий подход к решению серьезных нарушений прав человека, имевших место в контексте арцахского конфликта. Другие вопросы прав человека, затронутые в выступления комиссара, включают необходимость защиты людей от мин и взрывоопасных остатков войны, положение элит, задержанных в результате конфликта, включая условия их содержания под стражей и уровень контакта с семьями, важность выяснения судьбы пропавших без вести в регионе и предоставления ответов их семьям. Результаты раскопок, проведенных в Армении, помогли получить новые данные о возникновении распространения чумы. Исследуя зубы более ста человек, живших в эпоху бронзового и железного века, ученые обнаружили следы чумы у семи из них. Самым молодым носителем заразы являлся человек, живший в эпоху раннего железного века, останки которого были обнаружены близ города Капан, Армении. На основе исследований ученые пришли к выводу, что современная чума возникла в эпоху 2-1 тысячелетий на территории Ближнего Востока, после чего была распространена в Евразии. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА